Говорим с вами о приставках, которые меняют одежду. Это какие приставки? Кочащиеся на С и на С. Кочащиеся на З или на С. Это и есть их одежда. Все остальные приставки одежду не меняют. Ходят грязные. Но зато всегда одинаковые. Это важно. И всегда в одном и том же виде. Лучше менять лифт. Для нас с вами да, а для приставок нет. Почему лучше не менять стежки? Предположим, мы писали бы с вами, в зависимости от того, какую одежку наделала у себя приставка. Писали бы с вами вот так. Это писать не надо. Писали бы подпереть. Ну, скажем, не писать. Ну, скажем, подвести. Почему мы так не пишем? Под. Это как будто под делается. То есть, как будто водку ступает. Ну, возможно. А под, значит, что мы внизу опереть, что мы что-то держим. Ну, поднесемся. Ну, подкладываем туда что-то. То есть, это понятнее, скажем так. Да? Так, возможно. Еще. Подвести там. Мы могли бы читать по 200. Нет, как прочесть это не важно. Мы могли бы писать эту приставку вот так и так. В зависимости от того, какая дальше согласная. Но мы так не пишем. Если подвести, то есть, мы подвозим внизу. А там припод не примет. Еще раз. Почему приставки под не бывает? Ага, я думаю, я не могу придумать призмет. Я могу сказать, почему. Если бы... Ее не бывает. Сиди, сиди. Не важно. Если бы корень начинался на голосную, то она звучала бы просто. То она бы звучала тоже как под. Да. Но это мы с вами помним. Но самое главное. Мы помним, что все остальные приставки, кроме приставок на ЗС, свою форму никогда не меняют. Вот они есть, скажем, под. Или еще примеры. С и из. Просто с. Согласен. И сменяют. Или еще примеры. Приставок, которые свою форму не меняют. До. До. Еще. Она не бывает да. Никогда. Правда? На. А что бывает в словах? На. Пожалуй, еще. У. По. У. По. Оба. О. Оба. О. Короче говоря. Биза. Все прочие приставки никогда не меняют свои одежды. Но есть у нас приставки коварные. И. При. Я. При и три. Прежде всего. Давайте договоримся. Это разные приставки или одна и та же? Одна и та же. Одна и та же. Разная и та же. Так. Мне не разделились. Мне не разделились. Одна и та же. Доказываем. Одна и та же. Есть ли одна и та же? То почему? Потому что они. Это. При. Они. Как. Меняют гласную. Меняют гласную. Но было только что сказано, что ни одни приставки, кроме как на ЗС, свою одежку не меняют. А у меня есть. Еще версия. Они меняются от значения, а не от следующей. Согласные. Они меняются. Вот они меняются, это мне не нравится вообще. Они не меняются. Это важно. Они не пишут в банку. Это значения, что вставки, они придают один и тот же смысл. Да. Привези пример. Принять. Принять. То есть это одна и та же приставка. Правильно? Да. Можно я скажу? Да. Можно дать какой-то пример. Можно я что-то скажу? Можно я что-то скажу? Хорошо. Подумаем. Так. Еще раз. Это приставки, которые пишутся, они пишутся от значения. Тут что-то пропущено. Пишутся от значения. Не по-русски сказано, правда? Да. Пишутся от значения слова. От значения. Да. Итак, первое, о чем мы с вами договариваемся раз и навсегда. Вот прошу, это запомнится. Это разные приставки. Разные. Запомните. Запишите. Зарубите себе на носу. Молодцы. Зарубили, вижу. Это разные приставки. Приставки «при» и «при». Это вам не «без» и «без». «Без» и «без» — это одна и та же приставка. А вот «пре» или «при» — это приставки. Совсем разные. «Пре» или «прежь». «Пре» или «прежь». Это совсем не сердечно. На содержание слова смотри и сразу получишь ответ. Значит, эта приставка нужна для того, чтобы изменить как-то само слово. И приставка «при». И приставка «при». Еще раз повторю. Разные приставки. И для того, чтобы определить... О-при-делить, кстати, или о-при-делить? О-при. О-при. О-при-делить. О-при-делить. О-при-делить нужно понять, какая там приставка. Так, еще? Я помню, что «при» — это когда приближается. Возможно. О-при — это не даем предатель. Ха. О-при — это приближение. Начать. О-при-делить предатель. О-при-датель не часть корни. О-при-датель. Да. Ну, это другое значение. Ну, он дает. Прежде всего, это разные приставки. Давайте запишем. Не поленимся. И правописание в данном случае зависит от... Смысла. От смысла. От значения. От значения слова в целом. От значения. У нас очень много с вами слов, которые звучат одинаково. Но, тем не менее, значат совершенно разные вещи. Скажем, есть... Ключ в ключе... Стоп! С этими приставками. Есть «при-дел». А есть «при-дел». В чем разница? Я не знаю, что сказать «при-дел». Нужно, наверное, надевать. Итак, что такое «при-дел»? Это крой. Крой. Согласен. А «при-дел»? Это что-то «при-дел». А «при-дел». Вот она надевается. Скажем, в церкви к основному зданию, к основному храму. При-дел. То есть некая при-деланная часть. Что? Да. С при-делом посложнее. Это действительно край. Мир? Необязательно не это делать. Крой. Крой. Но это то, что определено. Правда? Смело. То, что определено. И вот тут мы смотрим просто по значению. Давайте эти значения как-то попробуем найти. Проще, как ни странно, с приставкой «при». Маленькая сказка. В одном из городов, в стороне Морфемики, жили приставки сёстры «при» и «при». Приставка «при» была очень добрая, ласковая. Она хотела всех «приласкать», «преголубить», «приворожить». Пойдёт. Придёт. Приворожить. А её сестра приставка «при» была совсем иного характера. Она призралась. Она всех преследовала. Презерала. 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 Пресекала. Пресекала. Пресекала всё, что можно, чтобы всех превратить в своих рабов. Плохая какая. И тогда на совете приставок стали разбирать поведение приставки «при». И другая приставка указала. Твоя матушка, приставка «перия» совсем не была такая злая, как ты. Переделать. Её мать приставка «перия» – это как? Переделать. «Пери» и «приа». Чередование. Пере и «приа». Чередование. Так. На самом деле это чередование. Итак. Давайте напишем какие-то значения этих приставок. Первое значение. Той самой приставки «при». Это как раз «приа». Это как раз «приа». Вот может созреться на «приа». Да. Смело пишите «при». Интересно, Стиф. А как это теперь? Давайте попробуем. Давайте найдём какие-то слова, которые у нас похожи. Слово «преграда». Слово «преграда». Как я напишу «преграда». «Пре». «Преа». Я напишу так. «Преа-града». «Преа-града». Что же «преграда»? «Преа-града». «Преа-града». И это будет действительно суровая преграда на нашем пути. Дайте мне однокоренное слово с приставкой «пере». «Перегородить». 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 Молодцы. Существительное можно? «Перегородка». «Перегородка». Отлично. «Перегородка». 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 Можем ли мы сказать, что это одно и то же? Нет. Нет, конечно. «Перегородка» где бывает? Нет, с двух трасс. Перегородка между двух странами. А между одной страной есть войны? Это граница, извините. Так. Перегородка. Где может быть? Между участками. Перегородка, хорошо. Слесы. Между комнатами. Между комнатами. Перегородка, конечно. Между клетками. Между клетками. Между клетками. Места, где-то. А премьера, да? Да. Может быть. Прекрада двери, если я на моем пути, это является объект, которое тропит мне одолеть. Стена – это преграда. Стена – это преграда, согласен. Не, 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 не. Здесь преграды. Здесь преграды. Здесь преграды. Ничего, ничего. Конечно. Это зависит от того, насколько важно для вас это препятствие. перегородка и преграда и так то же самое если вы можете заменить без существенного изменения смысла пред значит смело пишем пред перенос подходит сюда мы как бы приносим приносим и нет перенос мы никуда не приносим перенос мы именно переносим переносим с одной строки на другую правда? да прекрасно почему вот этот предмет называется переносим 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 на другую полушария классно полушария переносим это переносим то есть кислород переносит в мозг Кислород переносит в воздух, перемесловое, перемесловое, перемосковое, проще, проще, будьте проще. Грибоедов. Говорят, мол, проще. Может быть, он цветовый воздух, но он переносит воздух в конце носа, поэтому перья, то есть он переносит, а нос, то есть он находится в носу. Конечно, нос, это наш корень, а перень, потому что мы действительно, вот здесь, перемычка, правда? Еще одно хорошее словечко, перемычка, да? Пере, переграда и перегородка. Передачка, перегородка, растал печенья, а не перья. Тогда, почему же мы пишем «предать»? «Предать»? Потому что «придать»? Потому что легче написать «предатель». Нет, не легче. А это не часть корня. Это перед. Почему мы пишем «предатель»? Потому что это не часть корня. Нет, это не часть корня. Предатель, потому что он передал информацию, то есть он выдал. Уже лучше. Он выдал. Передал. Либо информацию, либо он передался сам на сторону противника. Значит, он предатель. Передался, передал что-нибудь. Итак, если еще раз мы можем замениться. Пере. И при. Значит, смело пишем при. Так вот они сказали, твоя матушка Пере не была такая злая, как все остальные приставки дружно поддержали. Передал еще есть. Приставка при. Продолжим. Почему ты слово передать? Переделала. И получилось предать. Да, у нас неплохая красавка приятная. Задумалась при. Понурила голову. Это как? Пригорелась. При. И стала образовывать слова. Превосходной степень. Пре. Пре. Красный. Пре. Лесный. Пре. Большой. Пре. Пре. Чудный. Пре. Восходный. Восходный. Отлично. Пре. Лесный. Лестный уже было. Еще. Преходный. Пре зеленый. Пре зеленый. Был зеленый, сказал пре зеленый. Преоранжевый, пре мудрый. Пре мудрый и так далее. Пре глупый. Пре красный. Ну, с другой стороны, что делать и пре глупый тоже. Пре восходная степень. Значит, во втором значении мы можем заменить это с вами на очень-очень. Итак, пре мудрый. Очень мудрый. Очень мудрый. Ну, а преглупый, извините, пре мудрый. Это два значения с этими приставочками. Пере и очень. Будьте добры. Разделите, пожалуйста, страничку на два столбика. Это будет другая страничка. Мне важно, в каком столбике у вас будет пере, в каком очень. В любом случае это будет приставка пре. Итак, где-то оно значит пере, а где-то оно значит очень. Понятно? Понятно. Верс словечек. Пре страшный. Пишем. Думаю, куда? Пре страшный. Пре страшный. Пре красный. Ну, еще посложнее. Беспрерывный. Беспрерывный. Дальше очень клинное слово. Непрекращающийся. Непрекращающийся. Писать определющее. Беспрерывный. Преступник. Преступник. Пре добрый. Пре добрый. Пре добрый. Дальше трудно. Надо будет подумать. Пре смыкающиеся. Пре смыкающиеся. Пре склонный возраст. Пожалуйста, слово сочетание. Пре склонный возраст. Пре склонный возраст. Дальше. Пре рельфац. Пре рельфац. Дальше. Дальше. Длинное слово тоже. Подумай. Преудивительный. Преудивительный. Подумай. Преудивительный. Трудностей сейчас написать при или при. У вас нет. Мы вести пишем пока только при. Наша задача понять, это при или это кончет. Правда? Нет. Преудивительный. Преудивительный. И последнее слово. Прекращать. Прекращать. Важно, как вы сейчас попробовали определить вот это значение. Везде написали при. Правда? Да. Все везде написали при. Да. Или проверяйте. Да не проверяйте. Хотите. Хорошо. Как вы это попробовали объяснить? Да, при наезде. У нас было условие, что мы нигде при сейчас не ставим. А вот в значениях мы делаем как будто. Мы существенно думаем о том, что это разные. Где приед значит пере. Итак, где значит приед значит пере. В наших с вами словах. Давайте. Прерывный. Как? Прерывный. Там был, по-моему, другой немножко ловечка. Прерывный. Сейчас, одну скульчку. Где при значит пере. Беспрерывный. Беспрерывный. Беспрерывный там было слово, да? Беспрерывный, то есть без? Перерывный. Перерывный. Правда? Нет. Ясно, что это при и перерывный. Еще. Преступник переступил закон. Преступник переступил закон. Согласен. Переступил что-то, да? Установление какое-то. Значит, тоже сюда. Преступник переступил. Еще. Пресмыкающийся. Сюда или сюда? В первую. В первую. Почему? Попробуй доказать. Пресмыкающийся. Пересмыкающийся. То есть оно как-то пересмыкается с чем-то. Нет. Я знаю. Ну как? Переводная, когда вода может... Она это кто? Ну, животное это, пресмыкающийся, может как бы и водой дышать, и воздухом как бы переходит. Ну, неплохое объяснение, но можно получше. Я думаю, что это слово. Сейчас, давайте с пресмыкающимся разберемся. Пресмыкающаяся. Но очень смыкающаяся. Она очень смыкающаяся. Как ни странно, происхождение, она именно очень смыкающаяся. С чем? С землей. Она пресмыкается по земле. Правда? Да? По происхождению именно так. Пресмыкающаяся. Отлично. Еще. Прекращать, ну, перекращать. Ну, перекращать такого слова нет, объясни другими словами. Прекращать согласно, что сюда. То есть... Остановить. Нельзя остановить, да? Нельзя... Превратить. Превратить. Затем таки приходится, да, говорится. Итак, перей сюда же, конечно. Еще. Преудивительный. Очень удивительный. Преудивительный. Очень удивительный. Еще. Прекрасный. 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 Очень прекрасный. Очень красный. Можно так сказать? Очень красный? Очень. Да. Очень красивый Преодобрый 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 Очень Добрый Престраженный Престраженный Очень Страшный Непрекращающий Непрекращающий Если мы только что Попробовали обсудить Это тот Кого нельзя укротить Кого нельзя укротить У которого нет Опять-таки Укрошили И Рыба Встаем украшение как хотите. Преклонный возраст. Вот это трудно. Преклонный возраст. Очень склонный. Немножечко. Каков он был присклонный? Преклонный возраст. Это как? Это очень склонный или переклонный? Очень старый. Очень старый. Почему? Почему? Почему пишем преклонный возраст? Он преклоняется. Перед ним преклоняются. Он преклоняется. Он преклоняется. Отлично. Итак, преклонный возраст пишет все к тому, что он уже переклонился. Сгадаем. Запомните, преклонный возраст. Нам это пригодится. Кстати, пригодится или пригодится? Пригодится. Потому что пригодится. 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 Конечно. А вот теперь давайте подумаем, где у вас есть приставка «при». Здесь все и проще, и сложнее. Проще, потому что слов таких с приставкой «при» больше. Сложнее, потому что и значений больше. «При». Давайте перечислять переводимся. Приближение. Кстати, о том, что я приближа. Пишем, пишем. Приближение. Одно к другому приближается. Вот видишь, приближается волшебник к нам с тобой К чему-то прикасается, качаем головой Прикасается, приближается Приверение Приверение не согласен Приверение, да, значит, конечно, приближаться Дальше Присоединение Присовать Отлично, присобачить Пририсовать Пририсовать, пожалуй, еще Приделать, конечно, еще Прислонить Одно что-то Прислонить Прислонить Прилепить Прикрасно Приделать Приделать уже звучало, еще Прислонить 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 Приклеить, конечно Прислонить 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 Эти значения, конечно, близки друг к другу. Если у меня есть слово «приземлиться», это и приближение, и вообще-то присоединение тоже, правда? Да. Так, к чему можно приблизить что-нибудь? Давайте сами изобретаем вот такие слова. Изобретаем их сами. А, то есть таких еще чтоб не было? Да. Пробуем. Приезжиться. Как? Приезжиться. Замечательно. Это приземлиться на ешан. Приезжиться. Пригласиться. Пригласиться. Ну, возможно. При космосе. При космосе. Это уж сложно, потому что космос, это не какая-то точка, согласись. Ну, при сатурнице. При сатурнице, пожалуйста, еще раз. Приисолнится. При кисельце. Приисолнится. Не пожиле в плавить. Как? Не сплавить. Ага, возможно, еще. Привиниться. Привиниться. Очередно. При облаче. При самолете. При самолете. Это как? Это приземлиться, кто самолет получает. нет есть такое слово есть такое слово с моей словами приводница это как? поленица а к чему я тогда приближаюсь? здесь к лени? да еще приоспальтица приоритет печально без college приоритета приоритета то есть на костюм на костюм упасть прямо на костюм ну что я делаю? приоритет или присоединить правда приоритет Приблизить и присоединить. Дальше. Что-то сделать... Третье значение пошло. Пишем. Что-то сделать неполностью. Напишу слитно. Неполнота. Неполнота чего? Действия, конечно. Неполнота действия. Я могу полностью взять и открыть дверь. А могу чуть-чуть ее... Приоткрыть? Приоткрыть. При закрытии, соответственно. При собачке. Ну, при закрытии, наверное. Тоже при собачке не выйдет. Это что? Я не полностью что-то собачил? Нет? Ну, при собачке, то есть быстро что-то прилетел и ушел. Если вы привстали, это что значит? Ну, чуть-чуть встали, но не до конца. Ну, не можно лтать. Не обязательно показывать, что на руках бывает. Значит, не при клеится. Если вы присели, значит, вы сели... Но ненадолго. Ненадолго, отлично. Неполнота действия. Если вы прилегли, вы не совсем легли. Вы не спите, в этом случае. Пожилы. Но вы легли или ненадолго, или как-то неуютно. Да? Прилег. Правда? Прискнуться. Так, давайте изобретать. Такие же словечки. Привратить. Прикошиться. Прикошиться. То есть при кошке. Прикошка. Нет, это следующее. Этот кошмар почти превратился в кошку, в смысле. Я тебе не желаю превратиться в кошку вообще, но почти, блин. Это просто вещок уже. Нет, прибыть. Прибыть. Нет, прибыть. Это прибыть, это... Это прибыть. Это когда-нибудь не вон с кем превратился в пыта. Это прибыть. Полностью что-то, да? Нет. Отборно. Приругаться. Прислушаться. Присключиться. Приругаться. На самом деле, прислушаться. Прислушаться. Это иногда и приближение. Правда? И приближение звука. Прислушаться. И присоединение. Правда? А иногда это непопытно. Вот нам не так важны сейчас вот эти значения. Прислушаться. Они иногда пересекаются. Хотя бы потому, что бывают многозначные сомнения. Что еще может быть? Когда при, значит, около. Ну, это совсем просто. Тот, кто около школы. Где школа? Пришкольный. Правда? Да. Правда? Расположенный около моря. Приморский. Приморский. Конечно. Замесить. Приморский. Приморский. Притабличный. Притабличный. Приморский. Притабличный. Около табличный. Притабличный. 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 Можно изобретать сколько? Притабличный. Притабличный. хорошее слово «он при варит». Значит, вы можете заменить на предлог, заметьте. «При». Предлог «при». Вот здесь вспоминаю. «Он при чем-то». Какой-нибудь огород приусадебный. Правда? «Прицарский». Ну, «прицарский» странно звучит, но тем не менее. «Поселок пригорода». Одним словом. «Пригород». Конечно, «Пригород». Там по-другому и не напишешь. Отлично. Попробуем с вами сейчас, вот пока ограничившись вот этими значениями, попробовать, подумать. «Прос», написав себе некоторые словосочетания. Итак, пишем словосочетания. Их будет немного, не волнуйтесь. Просто словосочетания. А не надо ни в какие колонки. Не надо ни в какие колонки. Можете каждое словосочетание в столбик. Да? Итак, прикусить язык. Прикусить язык. Пришкольный участок. Дальше. Это два слова. «Наскоро причесаться». «Наскоро причесаться». «Приплыть по морю». Следующее. «Привязать веревкой». Страшно. «Можете». «Наскоро причесаться». «Привязать веревкой». Следующее. «Прибытие поезда». «Прибытие поезда». «Пригорелая каша». «Пригорелая каша». Следующее. «Примечать втихомолку». Это два слова. «Примечать втихомолку». Следующее. «Пригорелая крапива». «Придорожная крапива». Заметьте, мы всё сейчас пишем с ним. Правда? Пока всё пишём с ним. Придорожная пропива Последнее Преклонить к земле Преклонить к земле Вот давайте посмотрим Что у нас по значению В каждом случае получилось Мы, я надеюсь, написали везде При Правда? Да Эту приставку можно выделить Давайте посмотрим Почему? Почему первое Прикусить язык Почему? Ну, но не до конца Недоделанное действие Недоделанное действие, да хорошо Не в новости совершившееся Да Не совсем откусил А? Прикусил Отлично Прикусил Приставку выделяем Дальше Еще Дальше Пришкольное участие Около школы Около школы Около школы Приставку выделяем Расческу Присоединение Расчески В голове Неплохо Еще Присоединение Приближения Не полнота пойдет? Нет Ну по происхождению Как ни странно Как раз не полнота Не расчесаться А причесаться Тем не менее Ваше объяснение Тоже подходит Около Расческой Около головы не подходя так, хорошо приплыть в помоле приплыть в помоле но это просто приближение приближение дальше привязать веревкой это присоединение присоединение, конечно да, четко совершенно прибытие поезда прибытие поезда он прибыл да, у нас приближение согласен, еще пригорелая каша пригорелая каша это неполнота это неполнота конечно слава богу не совсем скорее только пригорела да, пригорела так, хорошо еще это это присоединение примечать втихомолку что это вообще может значить а я втихомолку что-то себе примечаю вот смотрю что в ваша цитрадочка для себя а втихомолку что-то про себя такое думаю примечаю это интересно неполнота то есть я не замечаю полностью а только примечаю можно и так еще еще присоединение мысли в голове хорошо присоединение мысли в голове примечаю это уже что-то из Гарри Петтера так да мысли в голове присоединяем что-то еще около около то есть около метки какой-то да возможно еще хорошо давайте дальше пойдем примечать пока это это присоединение крапива крапива при дороге это присоединение точно около конечно она растет около дороги тут все ясно крапива преглад Extreme Белосирぁ приближение приближение не путайтесь пожалуйста неполнота но не сменим на дороге можно да можно и через неполно Slim То есть не склонить полностью, а только преклонить. На самом деле, возможно, еще что-то вроде действия в свою пользу, вроде приспорить. Вот здесь преобращенное на себя, приметить. Давайте это как пятое запишем. Действия в свою пользу. В качестве примера тоже напишем с вами сразу. Присвоить. Я могу что-то присвоить. Приметить. Иногда и присоединить. Иногда и приблизить. Очень важно. Но приблизить иногда, потому что приблизить то, что в голову. Это не в свою пользу. Очень важно. Придать. Чтобы вы могли искать разные объяснения этому описанию. Приставки «бри» и «бри» — это очень трудное дело. Без шуток трудное. И далеко не всегда там можно исчерпнуть все написания вот этими значениями. Мы сейчас только что убедились с вами, что из приставок «бри» с написаниями подходит и то значение, и это, и то, и то, и то. Иногда. Не всегда, правда. Иногда. Но во всех тех случаях, когда мы находили вот эти значения, уж точно не выходили вот эти, правда? Да. Да. Преклонить к Земле — это что, очень склонить? Нет. Нет? Это либо немного склониться. Правда? Либо приблизиться. Либо приблизиться. Помните? Для того, чтобы это правильно написать, вам нужно знать значение слова «целепон». А, кстати. Вот это очень важно. И мы так и попробуем с вами сделать. В следующий раз. Спасибо. Спасибо.